Подумали, решили в следующем бюджетном году выделить миллион рублей для строительства здесь спортивной площадки. По крайней мере, начать лет в городе. Миллион рублей получит Загорянская школа номер два на реконструкцию спортивной площадки для занятий физкультурой. Средства выделяет депутат от «Единой России» Московской областной думы Владимир Шапкин. Вручение сертификата состоялось на педсобрании, посвященном началу учебного года. Если мы хотим, чтобы дети были здоровыми и физически развитыми, то нужно делать силовую, беговую и игровую часть, то есть спортивное ядро. Правильно специалисты назвали. Эта программа тоже прорабатывается. Здешние мальчишки и девчонки мечтают, чтобы на этой площадке спортивной, которая, конечно же, на данный момент довольно-таки скромная, чтобы появился воркаут для занятий силовыми упражнениями. И такая мечта в скором времени сбудется. Школа уже существует более 50 лет, и, конечно, за это время спортивная часть пришла в негодность. Все, что было уже испорчено, мы демонтировали, и в результате осталось только спортивное поле. Нам необходима зона для занятий легкой атлетикой и для занятий спортом – воркаут. Вот это мы и хотим сделать для ребят. Окончательный выбор объектов для размещения остаётся за администрацию учебного заведения. Загорянский депутат от «Единой России» Максим Борчевский поможет школе контролировать строительство. Уже на будущий учебный год дети смогут заниматься на новой спортивной площадке. Также на встрече вручили благодарности главы района за многолетний добросовестный труд и большой вклад в систему образования учителя русского языка и литературы Надежде Тарасовой и учителю начальных классов Елене Головлёвой. 1 сентября порог Загорянской школы переступили 260 детей, в том числе 24 первоклассника. Михаил Налётов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щёлково».